Привет-привет! Сегодня мы с вами будем изготавливать вот такие приятные презенты для своих знакомых и разных и близких людей. Для этого нам понадобится вот такая силиконовая форма. Сразу предупреждаю вас, ребята, лучше заниматься этим изготовлением только с присмотром взрослых. У нас есть компонент для изготовления, компонент А и компонент Б. Из всего у нас получается силиконовое изделие. Это класс опасности высокий, поэтому только под присмотром взрослых с использованием резиновых перчаток и защитной маски на лицо. Нам понадобятся вот такие вот небольшие пластиковые, лучше работать с пластиковыми изделиями. Вот. И в строгой очередности мы сначала будем сформировать компонент А первый у нас. Так как сначала по инструкции нужно сначала компонент А, а затем компонент Б добавлять. Ну что ж, приступим. У нас написано, что при комнатной температуре происходит реакция. Взбаливаем наш флакон компонентом А, добавляем немного на глаз. И в следующий мы добавляем компонент Б. Всё это в одну ёмку мы заливаем. И размешиваем. Сложку вставки и размешиваем всё пластиковой ложечкой. Хорошенько размешали и начинаем вливать нашу силиконовую форму. Но не до конца, а так, потому что это всё будет подниматься. Как вы видите, оно уже достаточно быстро поднимается при комнатной температуре. Наши вот эти силиконовые презенты получаются. Наши пекутся в коржике сами. Ну вот, вы видите, как они прекрасно поднимаются. Поднимались бы так у каждой хозяйки. Настоящие каждые. Было бы просто замечательно. Так. Ну что, время подошло. Вроде прошло время. Мы видим, что до конца они поднялись. Можно их вынимать. Уже без использования перчаток. Ничего страшного не происходит. Она уже приняла ту форму, которая нужна. Реакции все произошли. Вы видите, они очень мягкие наши коржики. Податливые. Мнутся очень легко и приятно. Больше похожи на губку, которую мы привыкли использовать, особенно девушке, для нанесения макияжа. Вот такая у нас получилась штучка. Можно даже сказать, антистресс штучка. Это наш будущий коржик, для того, чтобы его мы могли украсить. Наши элементы готовы для дальнейшего декорирования. Мы наносим тут уж как кому нравится. Опять же таки полет фантазии. Мы решили нанести розовую краску для украшения наших кусочков коржей в будущем. Мы нанесли и начинаем украшать. Начинаем украшать красками. У кого какие дома под рукой есть, такими красками и украшаются. Кому какие нравится. Благо сейчас такое время, что достаточно разнообразия и количество, какое вам душе угодно, вы можете использовать. А так же купив на интернет, просторах, так же в магазинах подается наибольшущее количество разных красок и материалов для украшения, для декорирования. Так вот, незамысловатым мы украшаем наш коржик. Теми красками, которые у нас имеются, тут и желтый, и зеленый, и розовый, и персиковый. Вот, украшаем, чтобы сверху он выглядел мило, аппетитно и интересно. Вот этот милый коржик, который поднимает настроение. Вот, наносим последние штрихи и начинаем дальше прорисовывать на этом коржике, немножко по-другому сделаем. Мы его сделаем разноцветным. Очень прекрасно, легко наносится наше краски, потому что сама текстура коржа, как вы видите, очень гладкая. Такая пузырчатая, и розовый, и пуховный, и желтый, больше похож, наверное, на лимонный, а может быть, и на персиковый. Кому-какую больше нравится, как вы называете. Вот, немножечко подсохло, и мы продолжаем дальше наносить уже такой приятный голубоватый цвет тоже на наш коржик. Так как этот коржик у нас несъедобный, конечно же, он несъедобный. Он для того, чтобы подарить радостные, радостные моменты лицу, которое он будет ей отодавить. Вот, для того, чтобы оно поднимало настроение, когда он будет смотреть на этот коржик. Наносим фиолетовый цвет, прорисовываем кистушку последнюю. И также вот и красава. Вот получились у нас такие коржики. Пишите в своих комментариях, ребят, кому какой коржик больше понравился. Мы будем очень рады, и нам будет интересно узнать. Вот, как вы видите, здесь у нас краска уже подсохла, и наши коржики можно также мять. Такие получились коржики антистресс, поднимающие настроение. Украсить вы можете их в любом, по-любому, в любой цветовой форме. Можно даже, вот, как здесь мы показываем, их упаковать. Будет очень даже оригинально. Подарить им какой-то праздник, на какое-то событие. И лицу, которому вы это подарите, будет все время напоминать о вас. И ассоциироваться с чем-то приятным. Незамысловато украшаем. Вот такую обертку прозрачную. И выглянем достаточно, достаточно естественно и натурально. Наши вот такие вот коржики. Последние крючки. Обвязываем такой вот лентой. И вот получились наши такие вот коржики. Всем спасибо за внимание, ребят. Пишите ваши комментарии. Будем очень рады. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. Если понравилось, ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok